Вы глаза закрыли и бросили через белое плечо, вот сюда, как и остальные просадки, никому не разгадываются. Значит, родниковая водичка покупает в этом озере, она особенно прославляет, а следующий озерок в Нижнем. Итак, перед вами один из самых романтичных, один из самых поэтичных. Самый большой, который только что видели большой или лебедяный пруд. Расселина-то плавит, плавает белый, они здесь. Ну, приезжать в Рассел, вообще-то плавает, что на острове. Следующий пруд меньше, градменный средний пруд. И перед вами малый пруд, или, как его чаще называют, геркальный пруд. Обратите внимание, какая здесь приттайна, чистая вода. Я думаю, догадаюсь, почему питаются эти пруды горными источниками. Они чем-то напоминают миниатюрные горные озера, и берега, создана неправильная форма, берега выложены неким камнем в геобазах. А как-то другие посадили вот эти деревья, особенно так хорошо заметно, на среднем пруду, который как бы углядывается в глубину пруда. Когда поэт Брюссов посетил эти места парковым прудам, он посетил в следующей сети. Где поступает новый сад, я знаю, герой зеленый. Там шепчий дремлющий каскад, там ручки дверные полусонные. Парковые пруды, одно из любимых смех ЛДК, Грампа и Крепнини. Это наша остановочка очень интересного экзотичного растения. Но прежде чем мы к нему подойдем, минута шпитая. Монеты, которые бросаете, да, бросают на память, чтобы еще раз вернуться. Но в вечер они будут выловлены местными рыбачками-лебедечками. Содочка с магнитами в вашей деньгине. Правда, российский не берет, зато вторая рыбачка, третий, 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 третий. Я не к тому, что вас отговариваю. Ради Бога, бросайте грязь. Виктор Гюго Так чувствуешь в душах и грязь, и красу. Так чувствуешь в душах и грязь, и красу, Как видишь в прудах, что уснули в лесу, И синее небо с разводами туч, На шелковой рябе играющий луч, И тину во мраке угрюмого дна, Где черным чудовищам воля дана. Продолжение следует...